Да ты кто такой, чтобы радиорабка обсуждать? Сначала своё что-то напиши, потом обсуждай! Ну, начнём с того, что я музыкант и преподаватель по вокалу. И предпочитаю учиться и учить на чужих успехах и, естественно, ошибках. Ха-ха-ха, своё-то не написал, что ли, да? Ну, для этого достаточно просто открыть официальный сайт, там всё есть. Я в тихий шо под темноте Пройду там, где не протечь в воде Нет, я здесь чужой Не вздохи на листе Сμέда был там, прожив過 души Addوا Академия 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 Распутин Начнем, наверное, с него как раз Ну и, собственно, так как это радио Тапок Здесь никаких проблем с авторскими правами быть не должно Видос не должен блокироваться, как это происходит С разными ТВ-передачами музыкальными Поэтому смотреть мы сможем с вами полностью Но, опять же, если вы хотите очень круто поддержать канал И смотреть видосы в раннем доступе Подписывайтесь на мою страничку Бусти Всем, кто уже подписан, огромное спасибо за поддержку канала Ссылочка будет в описании Погнали Так, заставка Battlefield Какой-то треольки-треольки Его перевоплощение Это, конечно, вообще О, начало появляться расщепление Такое более крупное Не только сип такой, да Который, ну, как форсаж такой легкий, да Такой прям Нормально Вам привет от мистера Сальери Снято на аноморфную камеру Видно вот это растяжение, которое в постпродакшене делается после съемки Прикольно, прикольно По световым вот этим вот точкам Понятно Почему-то этим образом вспомнил игрушку которая была там что-то начало 2000-х, конец 90-х, стрелялка Ну маскировка вот этого в мешках Обратите внимание, как он прикольно в микстовый звук уходит, да? Но у него нету вот этого, что в позиции держится точно все Нормально Нормально они вложили все это Бо! Нормально Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А тут тапок начал делать, круто начал делать И вдруг народ начинает там что-то про какой-то зашквар загонять Ну вы же понимаете, что это интересно Просто вот в принципе интересно, как некоторые события перекладываются в стихотворную форму И, грубо говоря, люди, которые, ну вы же знаете, что вот эти вот опросы бывают, да? Когда там человек что-то не знает Какой-то из разряда Как звали отца Александра Сергеевича Пушкина И девчонка стоит такая, отвечает Что-то там Алеша или Данила, короче То есть как бы вот, ну просто до такой степени дерево прям совсем Вот, а здесь как бы он дает тему, да? Пищу для размышлений, и человек начинает гуглить эту тему И изучать, погружаться как бы в исторические события Потому что, ну все-таки вы сами понимаете У нас история настолько богатая и длинная Что ковыряться в ней и разбираться можно очень долго Вот, так что я не знаю, прям очень круто Так, ну и давайте смотреть второй видос Простите меня, пожалуйста, что я вас беспокою Вы им рассказали? Про что? Ну про наши недавние с вами покупки Нет еще, а что такое? А можно я расскажу? Это так увлекательно, я еще ни разу не появлялся в каше Если хочешь, давай рассказывай Здравствуйте Я вот недавно себе приобрел вот такой вот фрак Точнее это рубашка, но это фрак В магазине все майки А еще у них можно найти вот такого плана аксессуары Я вообще не знаю, я люблю классическую музыку А у меня вот оказался вот такой вот специальный держатель Для пластиковых карт с надписью «Я люблю бласбиты» В магазине все майки можно найти больше 150 тысяч принтов На различные тематики Или сделать свои собственные принты При этом вы можете выбрать себе принт И разместить его на любую понравившуюся вам вещь Там есть, конечно, некоторое ограничение Но, возможно, практически все Ссылочку на все майки я вам оставлю в описании Вот по этому промокоду вы можете получить там очень вкусную скидочку Но зайти к ним в магазин можно вот по этому QR-коду Если вы смотрите это видео не с телефона Спасибо вам огромное, я пойду До свидания Ну, теперь точно погнали смотреть дальше Так, а второй видос у нас это с вами Красная площадь, смута Это прям, вот, только что говорил, да То, что круто, что вот он нашел свою вот эту нишу Но еще круче, ну, типа, я сам лично, да Рад за Олежика, что вот он как бы, ну На Красной площади выступает Вот, знаете, что у меня вызывает некоторый бугурт? Да, такое раздражение Когда люди пишут там что-то, типа, там, продался или еще что-то такое Про тапка, да Ну, типа, то, что он выступил на Красной площади То есть тапку нельзя А Чири Линдеману можно Вот, как бы, вот эти вот приколы с двойными стандартами Мне, если честно, непонятны Линкин Парку можно Радиотапку нельзя Почему? Лорде, можно под фанеру обосраться на Красной площади Радиотапок вживую играют Ему нельзя Вот, ну, вы, как бы, ну, просто немножко больше информации, да, воспринимайте Потому что тут, тем более, как бы, такая тема историческая Это вообще круто Просто, ну, типа, это вот Ну, я не знаю Это то же самое, что утверждать, что Детям, мальчикам могут быть неинтересны машинки Нет, такое, конечно, возможно В минимальных этих вот каких-то вот процентах Кому-то неинтересно Может, он там карандашами интересуется Но просто, ну, типа, человеку может Ну, должно быть интересны такие вещи Не то, чтобы видеть Мало того, да, то есть Кроме исторических каких-то моментов, да, таких Сам факт того, что Отечественный металл, да Не забугорный Отечественный металл На таком уровне Что его пускают выступать на Красной площади Это раз Во-вторых, это металл Типа, а что в этом плохого, я не понимаю Типа, вам не нравится, что к металлу внезапно появился Такой интерес Ну, как бы вы должны радоваться Если появился такой интерес к металлу И дают такие мероприятия устраивать Ну, точнее, как там, не цельный концерт Он там одну песню, судя по всему, играл или несколько Я не знаю, кто был, напишите мне, кстати, в комментариях Кто был на этом концерте Просто, ну, расскажите, что было Потому что, я так понимаю, там фест был И они каким-то там сетом с вами выступали С одной песней, с ремя, я не знаю Напишите в комментариях, короче Давайте смотреть Это трефачок прям Там какой-то народ на сцене стоит А, это это Эльфийская рукопись Ну, вы поняли, короче Постановка Тем более по первому каналу, типа Что там смута-то вышла уже или нет Если вышла, кто играл, напишите в комментах Что там вообще А то я просто какие-то видосы смотрю Все там хейтят, бомбят, как обычно Ничего Не могу понять, короче Ха, прикольно Звук, конечно, под первый канал Гитары почти нет Ну, это, ну, типа Прикольно то, что у него вот эта Манера его прямо Теперь ты его реально ни с кем не спутаешь Вы же слышали, видели Не знаю, он писал То, что они купили недавно Еще он купил Автобус себе туровый Найтлайнер Это, считайте, хата для музыкантов На колесах Вот, написал, что типа Вообще теперь турить нормально То есть он реально может просто уехать На полгода из дома И по России кататься с концертами Вообще не вылезая А если его чуть-чуть переоборудовать Там можно и студию зарядить И вообще просто Это что, Валежик пашет Вообще жесть Я думал, они Движух какой-нибудь устраивать будут Они просто на месте сидят Все сильней Слепит яркий блеск И пылают крылья Латку царских В лето смутных дней Но тут чуть-чуть мимо было Но хотя Олежику простительно Потому что он столько концертов Играет сейчас Вы просто посмотрите Его туровый график Это жесть вообще Мне кажется, что он Закрыв глаза Во сне может эти песни петь И практически не ошибаться Потому что уже просто Заучено В пета Все до такой степени Что просто жесть вообще Ну типа зрелище крутое же Ну я имею в виду В смысле то, что Столько народу И как бы метальный радиотап Выступает со своим материалом Это же круто Прям, ну Там же этот Лазарев со скримом Со своим скриком выступал Ну реально круто же Ну типа я не знаю Чего Кого там не устраивает Ну типа Я рад за Олежика Что он вот так вот Прорвался Прям реально Вспомнить Как бы с чего Все начиналось Да, вот эти ковера На оранжевом фоне То есть как бы ну Круть Круть Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Долбаните колокольчик Все дела И давайте еще увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok